На библейский порталк Загет поступил вопрос, для чего тратить деньги на миссионерские экспедиции, не лучше ли их раздать нуждающимся? Я вспоминаю, когда этот вопрос возникает, зачем тратить деньги на храмы, может, давайте раздадим нуждающимся? У нас был такой же опыт, когда мы все вокруг взяли и потом раскроили, разбомбили и захотели раздать нуждающимся. Ничего хорошего с этого не получилось. Этот опыт предыдущий надо через себя пропускать и думать. На самом деле, не всегда раздавать нуждающимся то, что они просят, это есть выход из ситуации. Поэтому, для чего тратить деньги на экспедиции? Дело в том, что наши миссионерские экспедиции, которые мы организовываем каждый год на севера Забайкальского края, они несут внутри себя очень много задач параллельных. Кроме богослужебной деятельности, выполняются медицинские задачи. Приезжает медик и работает в регионах, где нет медицины вообще никакой. Я всегда вспоминаю ситуацию, когда, помню, работает наш медик, и туда выстраивается очередь, и стоят здоровые люди. Я говорю, зачем ты-то стоишь? Он говорит, на всякий случай. На всякий случай стоит человек, потому что он знает, что живого доктора он не увидит еще как минимум полгода, пока следующая экспедиция не придет. Вот решаются задачи хозяйственного плана, потому что каждая экспедиция, которая организовывается на севера, она везет с собой от 2 до 4 тонн гуманитарного груза. Это и продукты, которых там на северах нету, потому что, понимаете, на северах не растут те вещи, которые здесь просто лежат в магазинах. Это и предметы обихода, это и какая-то техника, это все, что нужно человеку для того, чтобы выжить в условиях севера. Раньше этому внимание уделяло государство, и поэтому в северных районах всегда было какое-то специализированное обеспечение. Но на сегодняшний день этим занимаются, к большому сожалению, миссионеры, либо люди, которые пытаются на этом заработать. Поэтому тратить деньги на экспедицию, это вопрос, зачем тратить деньги на людей? Ну зачем? Ну не знаю, зачем тратить деньги. Наверное, чтобы облегчить им жизнь. И знаете, ситуация такая, мы никогда не даем человеку безразмерно и то, что ему не надо. Мы стараемся подобрать человеку то, что ему надо, и дать человеку возможность развиваться дальше. Если человеку дать какой-то инструмент и предложить ему организовать дело, это лучше купить ему бензопилу, чем купить ему машину дров. Вот так я считаю. Поэтому мы стараемся человека организовать на производство и на создание, и на организацию творческого и физического процесса. Поэтому миссионерская деятельность это и возможность дать человеку понятие о самоорганизации. Это возможность человеку дать новое видение его жизни. И еще один момент, знаете, вот когда люди, к которым приезжают, они начинают понимать, что они не брошены и кому-то все-таки нужны. Вот у многих людей депрессивные состояния начинают наступать тогда, когда человек понимает, что и, во-первых, он выехать оттуда не может, а с другой стороны, он понимает, что здесь безнадега полная. Ну, тут приезжают люди, и оказывается, что он нужен и как человек, и как специалист, и нужен и себе, и семье, и вообще, оказывается, еще есть существо, самое главное, которому нужно, это Бог, который всех этих людей сюда прислал. Поэтому мы никогда не считаемся с тем, сколько мы тратим. Я считаю, что потраченное, все потраченное на людей, оно никогда не будет потрачено зря. Всегда обернется, как маятник, обратной стороной медали. Спасибо, Господи. Спасибо. 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 Спасибо.